МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения. Ваша информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Лес, чистый воздух и Волга. Михаил Игнатьев рабочий день провел в Заволжье. Родительское счастье. Семья Ивановых из Чебоксарского района получила медаль ордена «Родительская слава». Крепче за баранку держись шофер. В Шумерле прошел профессиональный конкурс водителей. Сегодня глава республики посетил с рабочим визитом в Заволжье. Михаил Игнатьев выяснял, насколько комфортно себя чувствуют чувашие туристы и какие условия создали для ребят в загородных лагерях. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сосновый бор, чистый воздух, рукой подать до Волги. Чувашское Заволжье привлекает к себе все больше туристов. В один из крупнейших санаториев на левом берегу приезжают отдыхать и жители других регионов. Гости отмечают, что для них создали идеальные условия. Недавно здесь провели капитальный ремонт корпусов. Очень доброжелательные, хорошие к нам отношения, очень внимательные. Очень прекрасный санаторий. Я второй раз приезжаю. Все отлично. Свой отдых запомнят надолго и воспитанники лагеря «Волна». Ребята говорят, что отсюда не хочется уезжать. Хочется сбежать быстрее домой, наверное. Нет. С родителям, в домашней кухне. Нет? Нет. Точно? Конечно. Хотите остаться здесь? А вы что, тут же спальни не такие, как дома. Нет, нет. Мягких поселений нет. Мне здесь кровать больше, чем дома нравится. Кровать здесь больше нравится, чем дома. Когда кровать придется, наверное, вам подарить. Но все же третья смена подходит к концу. По традиции в лагере чествуют самых спортивных, креативных и одаренных ребят. Многие сюда приезжают отдыхать уже не первый год. Вы формируете свой характер, формируется командный дух, формируете свое поведение, культуре общения. И самое главное, становитесь патриотами своей Родины. Хочу выразить слова благодарности всем, божатым, директору, за то, что они на самом деле вкладывают свою душу, делятся своими впечатлениями, отдают практически частичку своего сердечка, для того, чтобы вы на самом деле полюбили, а не вас полюбили. Вообще лагерь «Волна» называют образцово-показательным. Для отдыхающих здесь оборудовали даже бассейн современной системой очистки. В этом году капитально отремонтировали спальные корпуса и веранды. Божат очень хорошие, всегда могут поддержать. Ребята тоже неплохие. Я много с кем сдружилась. В лагерь приехала сейчас второй раз. Этим летом ремонт был проведен и в средней школе за Волжья. Заменили кровлю, покрасили стены, установили новую мебель. Работы завершили раньше намеченного срока. На этой неделе школа прошла приемку. Очень большая работа, конечно, была проведена по замене крыши и на общестроительные работы. В процессе общестроительных работ мы заменили частично канализацию и отремонтировали третий этаж школы. По сравнению с прошлым годом количество учащихся у нас увеличилось. В этом учебном году будет обучаться 205 учеников, 11 классов. Глава республики посетила местную поликлинику, чтобы пообщаться с врачами и проверить, прижилась ли здесь электронная регистратура. Здесь, конечно, по электронной регистратуре меньше записываются жители, в основном при личном обращении, но тем не менее электронная регистратура очень актуально важна, когда записываются на прием в республиканские учреждения. В завершение визита общение с жителями. Михаил Игнатьев отмечает, что Чувашское заволжье преобразится. В ближайшие годы здесь появится газ. 52 километра газопровода высокого давления будет проложено со стороны Мариел. Там будет газово-компрессорная газореспредительная станция. Дальше, конечно, по газификации уже потребители. Это и школы, это и санатории, это и оздоровительные нагреты, но и сами частные дома, они должны чуть-чуть напрячься, подыскать средства, привлечь там банковские кредиты для того, чтобы своевременно провести газификацию. Михаил Игнатьев озвучил еще одну приятную новость. Скоро за Волжьей построят новый детский сад. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Сегодня же глава Чувашии посетил чебоксарское предприятие «Промэнерго». Сейчас на предприятии производят электротехническую продукцию для самых разных отраслей промышленности. Здесь выпускают блок-контейнеры, сборные камеры и трансформаторные подстанции. Несколько лет назад завод получил право выпускать оборудование для ядерных установок. Предприятие начало вытеснять на рынке конкурентов из-за рубежа. Продукцию поставляют не только в другие регионы, но и в страны Европы. Если говорить о возможностях, фактически 2015 год показал, особенно вторая часть и первая часть 2016 года, что наши предприятия воспользовались ситуацией. Да, в хорошем понимании слова воспользовались. И этому есть конкретные примеры. Сейчас не буду говорить о проектах, которые уже реализованы. Они достаточно значимы. Мы говорили много раз об этом и в СМИ, и на презентациях, и на сайте. Это значимый проект для России, как энергомост между основной частью и России через Кеченский пролив. Проекты, в том числе импортозамещения, в части замены ранее и широко использованы оборудование зарубежной компании «Сименс» и так далее. Глава республики познакомился с работой конструкторского бюро и производственного цеха. После экскурсии по заводу Михаил Игнатьев пообщался с работниками. На встрече обсудили развитие промышленного комплекса республики и вопросы благоустройства «Чебоксар». Глава Чувашия отметил, что у предприятия «Промэнерго» хорошие перспективы. В ближайшее время здесь намерены освоить выпуск новых видов продукции. Подробности в очередном выпуске программы сделаны в Чувашии. Он выйдет в эфир 22 августа на национальном телевидении Чувашия. Районы республики продолжают подводить итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2016 года. Накануне их обсудили в Красноармейском районе. В разгар уборочных работ, планы на урожай, вовлечение в обороты заброшенных земель, развитие районного агропрома в целом стали основными темами совещания. В этом году хозяйство фермера Красноармейского района получили более 15,5 миллионов рублей в качестве господдержки. Производство скота и птицы выросло почти на 5%. Посевную площадь до конца года планируют увеличить на 200 гектаров за счет неиспользуемых земель. Отчитался глава администрации района Сергей Молотков. Глава Чуваши Михаил Игнатьев сбил слишком оптимистичный тон доклада и указал на недоработки при регистрации невостребованных земельных долей в ряде поселений муниципалитета. Таковых выявлено около 12 тысяч гектаров, а зарегистрировано в муниципальную собственность чуть больше 4 тысяч. Эту проблему глава региона поручил решить в ближайшее время. Дорабатывать руководство придется и по благоустройству дворовых территорий в районном центре. Вот молодая мама подошла с ребенком, я, говорит, с коляской по пешеходным дорогам, где есть, не могу проходить. Мне нужно, говорит, кого-то там попросить мужчину, чтобы коляску подняли проехать. Почему? Да потому что как бордюру поставили его под 90 градусов, так про это забыли. Михаил Игнатьев также поинтересовался обеспеченностью жильем многодетных семей и отметил, земельные участки нужно предоставлять там, где есть коммуникации и условия для жизни. Тогда ни у кого не возникнет желания их продавать. 20 миллионов рублей должны работодатели своим сотрудникам. Такая задолженность по заработной плате в целом по республике. Среди основных неплательщиков Чебоксарская типография номер один. Предприятие находится в стадии банкротства. О том, как защищаются права жителей Чувашии, сегодня рассказали на пресс-конференции в прокуратуре Чувашии. В статистику долгов по зарплате не входят предприятия концерна «Тракторные заводы». Там отмечают в прокуратуре сложную ситуацию с оплатой труда. Задолженность превышает 100 миллионов рублей. В первом полугодии предприятия работали, долги перед сотрудниками были, но они периодически гасились. Во втором ситуация осложнилась. Более 5000 человек находятся в режиме неполной занятости. Достигли критического размера долги за энергоносители по налогам и взносам страховые фонды. Мы ситуацию анализировали по каждому предприятию крупному республике. Это и «Трактонный завод», и «Трактонный завод», и «Агрегатный завод», и «Трактонный завод», и «Трактонный завод». Смотрели на динамику кредиторской задолженности, на то, кому должны заводы, не искусственно ли наращивается эта задолженность. Без вмешательства федеральных органов власти эта проблема нам иногда будет усугубляться. Поэтому проколом РФ Республики на имя главы Республики была направлена информация с продолжением продформировать правительство России о необходимости ускорения процедуры выделения финансовой поддержки. А этот вопрос сейчас рассматривается на уровне ВЭБа, в Нижнем банка госкооперации. Идут переговоры о выделении средств финансовой поддержки, чтобы можно было возобновить производство действий в нормальном цикле. По информации Дениса Васильева, в конце августа ситуация должна стабилизироваться, и финансовые средства будут выделены. А вот информацию о сокращениях на предприятиях в прокуратуре не подтверждают. Также ежедневно отслеживается ситуация и на Чувашском бролере. Сейчас там долг по зарплате полтора миллиона, но в течение недели задолженность будет погашена. Мы комиссионно организовали проверку для того, чтобы оценить деятельность руководства предприятий врачи предыдущего. Как сказалось его деятельность на финансовом уровне, не было ли это связано с какими-то заутравлениями. Всего за полгода прокуратура республики выявила свыше 22 тысяч нарушений. В основном они касаются несоблюдения прав жителей в социальной сфере, превышения полномочий должностными лицами при распоряжении бюджетными средствами и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вестой прокуратура обжаловала закон Чуваши об отмене выплат работающим ветеранам труда. Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры, но решение пока не вступило в законную силу. Мы писали свои возражения, поскольку это не соответствовало смыслу федерального закона. И эти официальные возражения были направлены на Государственный совет. К сожалению, нас не услышали. Закон прошел соответствующую процедуру, был принят. Мы обжаловали суд. Суд наш иск поддержал и признал эти изменения, несоответствующие федеральному законодательству. Признал фактически нарушение прав работающих пенсионеров. Но вот, как мне известно, сейчас проходят процедуры обжалования к Государственным советам. Ведет прокуратура и дела антикоррупционной направленности. В основном нарушение законодательства связано с превышением должностных полномочий. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Северная Республика. Медалью ордена «Родительская слава» получили в этом году шесть семей из Чувашии. Наша съемочная группа побывала в гостях у Николая и Людмилы Ивановых из Чебоксарского района, чтобы выяснить, за что дают награды на семейном поприще. Помните, как говорилось в известном фильме? Жить надо по закону. Никого не обижать, никому не досаждать и наше вам почтение. Семья Ивановых из Шарчикосов придерживается таких правил, но добавляет к ним и свои. Людмила Валерьяновна и Николай Николаевич всех пятерых детей научили. Не оставлять в тяжелое время, всегда помогать. Любить друг друга, уважать друг друга, уступать. Поженились Николай и Людмила в 1980 году. Всю жизнь прожили в Шарчикосах, честно трудились. Он тракторист, она доярка. В деревне вообще работы много. И в колхозе, и по хозяйству, и соседям помочь. Ивановы никогда не отказываются. За что односельчане их очень уважают. А еще за то, что их семья очень дружная. Все делают вместе. Это мое дело, это не твое дело. У нас нет такого. Кто как может. Если вместе с ней собираются, хоть один-то кто-то, все равно приезжает в выходные дни. Сыновья и дочери Ивановых приумножили родительское счастье. Подарили им 12 внуков. Воспитывать детей Николай Николаевич и Людмила Валерьяновна умеют. Вслед за родителями младшие поколения с удовольствием помогают бабушке и дедушке по хозяйству. И даже разделяют их увлечения. Старший Валера, глядя, как ловко управляется бабушка с иголкой и пяльцами, тоже пристрастился к вышивке. Что тебя привлекло? Вот этот палаш. Это другой, это потом я вышила. Там еще такой другой есть. Такой же еще есть, да. Когда все собираются у бабушки с дедушкой, за столом становится тесно, но очень весело. А это главные условия семейного счастья, чтобы все друг другу радовались. Елена Гальперина, Надежда Яковлева, Рассель Мухаммедов, Республика. Лучший водитель Республики Вячеслав Егоров работает в Шумерле. В этом городе сегодня прошел конкурс профессионального мастерства. 21 водитель принял участие в республиканском конкурсе. Соревнования проходили в два этапа. Сначала все сдали экзамен на знание правил дорожного движения. Но водитель городского автобуса должен знать не только правила. Безопасность пассажиров и пешеходов зависит и от его мастерства. В число конкурсных заданий вошло и скоростное маневрирование. Надо было выполнить несколько элементов. Бокс, змейку, тоннельные ворота, колею, стоп-линию и другие. Ирина Федорова, единственная женщина-участница конкурса, рассказывает, что задания несложные, но волнение мешает. Самая сложная была практика, особенно на кольце. А так вроде ничего такого сложного. На кольце что там сложно? Задним ходом, когда по кольцу сдаешь. Лучшим водителем после всех испытаний судьи признали Вячеслава Егорова. Он ежедневно перевозит пассажиров в Шумерли. Секрет успеха за мои, наверное, долгий труд, старания вот это. Ночами не спал, учил правила. И когда выезжаю по городу, как пожилые иногда и бабушки отзываются, молодец, вот близко подъезжаешь к остановкам. Теперь Вячеслав будет защищать честь водителей Чуваши на всероссийском конкурсе. Для него это не впервые. В прошлом году в подобном конкурсе он занял седьмое место. Сейчас рассчитывает на победу. Уже попроще будет. Один раз участвовал, уже не так, знаешь, хитрости всякие. Татьяна Молоков, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии Светлана Петрова, временно исполняющая обязанности министра образования и молодежной политики Чуваши. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин